Спокойно, 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 не спешите делать выводы. Дело в том, что мы живем в то время, ну, вы живете точнее. Короче, сейчас такое время, когда история активно пересматривается, а часто даже переписывается. Креодически выясняется, что события, о которых, как нам казалось, мы знаем все, на самом деле происходили иначе. Вполне возможно, что последний день в жизни самого большого негодяя в истории выглядел именно так. Я вам сказал, я за всех погоны жрак не собираюсь, понятно? Ой, извините, опоздал. Дело в том, что день суматошный сегодня. Вам объяснили вашу задачу? Нет, нет. Нет, да. Значит, сейчас я вам сам все объясню. Вы у нас? Я из Львовского театра юного глядача. Я актор. Со Львовского, ага. А, это тот, который мы оттуда сюда. Все, я понял, да. Что? Ничего, 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 ничего. Все очень хорошо. Самое главное, будьте уверены, хорошо? Да, вам-то бояться нечего. Это я должен бояться. Ну, в общем, ближе к делу. Так. Я так розумію, я повинен когось зіграти, так? Когось. Вы должны сыграть меня. Понимаете? Дело в том, что мы с товарищами играем с 39-го года в одну игру. Ролевую. Понимаете? Угу. Сначала я побеждал, вот сейчас они. В общем, короче, что-то типа розыгрыша. Прикольно. А яка мизансцена? Очень простая. Смотрите, через пару часов сюда ворвутся. Кто? Якобы. Якобы ворвутся люди вооруженные, якобы, опять же, в советской форме. Могут даже пару раз выстрелить для антуража. А я що маю робити в цей час? А, ну, вы сидите, нахмурите брови, да, вот, как будто что-то не так, что-то происходит не так, да. И можете подписать какие-то фиктивные документы. В общем, ничего сложного. Вибачте, а вы сами не можете подписать? Я бы с радостью. Ну, мне вот надо уезжать, понимаете? Мне в Аргентину надо. Майские праздники, сами знаете. Дело святое. Понимаете? Поэтому... Как вы говорите, вас зовут? Кхм-кхм. Фима. Фима? Ничего себе помощь пришла с неожиданной стороны. Ну! Ну да бог с ними, с принципами. Спасибо, что пришли. Доброго дня! Я по объявлению. Послушайте, я вам уже сказал, что вы не подходите. А вы можете конкретизировать? Ну, как бы, что конкретно на подходы? Если справа моя актерская гри, то я вам, ну, как бы, петянуй. Ну, вот, вот, добиться. Гутентак. Гутентак. Ай, Гитлер. Зигхай. Там все такое. Не подходите, я вам говорю. Вот у нас есть уже победитель. Все, идите к черту отсюда. Идите отсюда. Шайза! Вибачьте, а вы можете что-то про себя рассказать, чтобы я, так говоря, увейшов в роль? Ага. Да, конечно. Давайте начнем с моего ближайшего окружения. Смотрите, вот. Запоминайте. Геббельц, Гиринг, Борман, Гиммлер. Гиммлера можете не запоминать. Вот. Ага! Черт, не успел. Хлопцы, не пейте шнапс, він паленый! Сработало! Фух! Я даже чуть-чуть зигнул, ты понял? Сейчас. Давай выпьем, выпьем. Я так больше не могу. Это ж... Ну, для львийского актора це святе. Фух. Не так оно все должно было быть. Не так. Совсем не так. Я же даже советовался с экстрасенсом. И что? Что, что? Он говорит, в Берлине в будущем будут ходить гей-парады по центру. Представляешь? А в Германии, говорит, турков и арабов будет больше, чем немцев. Фух. Естественно, я ему не поверил. И что? Ну, типа пранк. Ну, типа пранк. Понимаешь? А потом оно все по-серьезки как закрутилось. Мои-то союзники хилыми оказались. Фашисты доморощенные. Вчера один приходит и говорит, мой фюрер, это вам. Я говорю, пицца? Зачем? Он говорит, ну вы же рассчитывали хоть на какую-то помощь из Италии. Да, ешь, конечно, ешь. Вот как с такими людьми можно порабощать мир? Вот как? Скажи мне, пожалуйста. Все здоровье на этой войне положил. Блин, не могу я уже так устал быть сильным. Устал. Я хочу все вернуть обратно. Вот если вот так сыграешь, то тебя не расстреляют, а сначала будут судить. Что значит судить? Зачекайте, что значит не расстреляют? Я... Генде Хох. А я себе подумал. Два Гитлера, оно же лучше, чем жодно, а? Один из вас точно справжний. Товарищ, я не настоящий. Что? Не-не-не, это я. Это я не справжний. У меня вон навыть в усы отклеиваются. Вот. У меня тоже отклеиваются. Секундочку. Зачекайте, зачекайте. У меня вот парик. Вот. Вот. У меня тоже парик. Поверьте на слово, пожалуйста. Звучайно, я вирю. Я ж не фашист який-нибудь. Спасибо большое. Огромнейшее вам спасибо. Никогда не думал, что красноармянцу такое скажу. Спасибо. А если вот так вот. Хлопцы, не пейте штаб, він точно паленый. Слушайте. Может быть, прав был экстрасенс? Спасибо вам, конечно, большое. Но уходите, пожалуйста. Хорошо. Ну, все. Счастливо вам тут оставаться. А, давайте я вам, наверное, вот, возьмите. Это мой. Просто для истории странно будет, что он командир самой мощной в мире армии и безволыны, да? Ну, странно же. Все. Держитесь тут. Хорошего вам настроения. Здоровья. Не знаю, кто это сказал, но такая мощная фраза вообще. Все. Одну секунду. Да. Машинка подъехала. Спасибо, хер-убер. Иду. Все. Фюллер! Да. Ай! Ага. Ага. Конец пришел с неожиданной стороны. Хотя, если разобраться, в принципе-то все ожидаемо. Фима. Очка. Ага. Я, людина скромна мені, зайвої слави не треба. А если вот так вот? Фимачка, ты что, в него шмальну? Та це не можно было уже терпеть. Він тут разійшовся, а у нас же ж через пів години репетиція в театру. Ходімо, Абрам Ісакович. Ви знаєте, всі ці Сталіни, Гітлери, це все минувші мистецтво. От воно вічне. Ходімо, Абрам Ісакович, ході. Ходімо!